У нас несколько дней, мы сегодня уже где-то третий день, который я переживаю такое необычное переживание Духа. И кто из вас здесь начал эту школу, в которой мы сейчас находимся? Вы понимаете, о чём я говорю. Это тема созерцания, в которой мы находимся сейчас в школе. Я сам очень вдохновлён. Буквально сегодня на час я приехал после обеда в обведенное время просто побыть около часа вместе со студентами и повариться вот в этом измерении созерцания. И мы начали позавчера эту тему. И сегодня мы говорили о поверхностности, когда оно является великим проблемой, бичом современного христианства. Это вот этот синдром поверхностности. Когда нам надо всё быстро и сейчас, то это получается, что мы покупаем это очень дёшево. А дёшево – это всегда подделка. Оригинал никогда не бывает дешёвый. Если мы видим дешевле, чем на самом деле, то значит, мы имеем дело с подделкой. Поэтому, когда мы хотим ускорить процесс, который требует времени и определённой цены, скорее всего, мы будем иметь дело с подделкой. И сегодня вообще век подделки. Вы помните, что когда на выходе на ссор видел Истукан, и там была золотая голова, он начал с золотой головы, языческое царство началось с золотой головы, но закончило металлокерамикой. И там было железо, смешанное с глиной. Сегодня эти технологии – это не просто кусками глины, кусками железа. Они сделали из этого металлокерамику, которая по своим качествам сравнивается с металлами. Но это человеческая мудрость, потому что в природе этих вещей нет, они не смешиваются. И мы сегодня видим это в Библии, в бытие, когда сыны Божьи стали входить за чарям человеческим, и результатом этого смешения стали гиганты, то есть великаны. Это как смесь осла и лошади рождает кого? Мула. Но мулы сами по себе не существуют сами от мулов. Это смесь лошади и осла. Почему-то природа не соглашается, чтобы мул рождал мула. И Бог не сотворял великанов, Он не сотворял гигантов. Они были продуктом смешения. Они были продуктом того греха, что сыны Божьи входили к дочерям человеческим, потому что они видели, что они красивы. Первые женщины были очень красивы. И эти существа, эти сыны Божьи, они соходили к ним и рождались гигантами. Да, они были славными людьми. Как бы человеческий гений достигал своего апогея. Но это было проклятие. И Бог поставил постановление, чтобы дух не был пренебрегаем людьми. 120 лет ограничения человеческой жизни. Сегодня вот этот синдром продолжает быть. Это смешение. Смешение Божьего и человеческого. И мы видим повсюду. И это проникает в церковь. И мы имеем с этим дело. И особенно, когда Божий Дух становится продуктом такой мануфактуры, когда благочестие служит для прибытка, когда начинается движение, почему бы из этого не делать деньги, если это работает? Почему бы из христианства не начать делать деньги, если это работает, если это приносит доход? Ведь мы же будем использовать на Царство Божие. То есть эти принципы практически даже не проверяются. Но почему бы нет? И вы знаете, что первые люди, которые поехали открывать новый свет, это были практические люди. Они не только бежали от гонения, они также хотели испробовать себя, ну, начать новую жизнь. Жизнь с белого листа. Если ты меняешь континент, и едешь на другой континент жить, и там новый свет, индейцы, рабы и всё такое, ты начинаешь, ну, поднимать все свои ресурсы, резерв весь, и начинаешь жить по-новому. И эти вещи, они назвали «Американская мечта». Я сейчас говорю не про американцев и не про Америку, чтобы нам не удешевиться. Мы сейчас говорим о тенденциях современных. И для меня лично это очень такая серьёзная тема, проверка, когда нам нужно упроститься в Евангелии, когда нам нужно уйти в Евангелие снова от тех общепринятых норм, которыми в контексте мы получили, когда мы родились в этом чреве. И хронические заболевания, которые были переданы нам генетическим образом, мы с вами подцепили через молоко нашей Матери. Но дело в том, что Господь сегодня отделяет для себя своих святых. И Он хочет отделить нас от этих вещей. И для этого нужно мужество и чистота. И кровь Его подаётся, чтобы нас очистить и чтобы нас отрезвить. И сегодня, я думаю, идёт большая битва с этими мутными водами, которые посланы из пасти дракона за женой, чтобы потопить её. Но жене были даны два крыла большого орла, и она должна была укрыться в пустыню. Пустыня может быть не лучшее место для жены, она достойного лучшего. И представьте себе, если жена, как сегодня и видно, она вдруг решает, что она не пойдёт жить в пустыню. Сколько там? Тысяча двести с чем-то дней. Она решает, что лучше она не будет жить в пустыне, потому что это напрасная трата времени, а лучше она займётся евангелизацией городов. И она вернётся в город и начнёт там жить и проповедовать, как лод. Благовествовать. Потому что, ну, чтобы время зря не терять, надо же людей спасать. Она возвращается от этой погони, уходит в город и начинает жить в городах дракона, чтобы приводить людей к Иисусу. вот примерно так, ребят. И сегодня, ну, я не хочу усложнять, задавать сложные вопросы, на которых нет ответов. мы просто говорим о созерцании. И кто-то сказал, что делать? Я сказал, остановиться. И мы иногда действительно бежим с такой силой, потому что церковь, она... Ну, вот возьмите, например, такое извращение. Мы читаем это, ну, по крайней мере, в интернете. Пять самых богатых пастырей в мире живут в одной из самых нищих стран мира, в Нигерии. Самые богатые пастыря в мире, пять человек, это живущие в Нигерии. Вот для вас не кажется, что это извращение, что это извращенное состояние церкви, что это, ну, как... Вот есть сексуальное извращение, а не омерзительное, да? А есть духовное извращение, и это тоже извращение. Как им могло в голову прийти быть самыми богатыми пастырями в мире в одной из самых нищих стран? И это, конечно, ложная проповедь о Христе. Потому что Христос никогда бы не был тем самым богатым. И никогда бы апостолы этим не занимались. И сегодня нам надо сбить вот эти зубцы, чтобы отрезвиться в простоте. И я задаю этот вопрос. Я могу сегодня, Господь, вообще очиститься от этого всего? Могу ли я сегодня? Да, я слышал о сектах, я слышал о детях Бога, я слышал об этих разных движениях, когда у кого-то вдруг щелкануло иерусалимский синдром. Знаете, что такое психиатрия, есть иерусалимский синдром. Приезжает в Иерусалим, и вдруг он понимает, что он Мессия. И сумасшедшие дома наполнены людьми, которые подхватили в Израиле иерусалимский синдром. Его вдруг там ошарашивает, что он Мессия или один из пророков. И он начинает просто, ну, двигаться в своем сумасшествии. И есть такие движения, секты, культы, с иерусалимским синдромом. Иди волшебщик, смотри, как это опасно. Но страх никогда не был правильным мотивом. Я вообще не тороплюсь, чтобы что-то говорить. Вот сейчас, чтобы это все рассказать, чтобы всю правду доказать, чтобы задать какие-нибудь шокирующие вопросы и на них ответить. У меня нет этой цели абсолютно никаких. Я просто хочу с вами побыть в этом измерении, чтобы возбудить чистый смысл. Мне кажется, этого уже будет достаточно на сегодняшний вечер. И Божье Слово говорит, я зачитаю Писание, потому что я хочу зачитать Писание. Пусть Писание все поставит на свои места. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолютный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, искупитель твой, святый Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым, ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как Мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься, о Господе, будешь хвалиться святым Израилем. Сегодня одна из больших проблем, мы говорили уже, это поверхностность. Поверхностность. Да, у нас было однажды откровение, что орел пришел и повел нас в созвездие. И это интересно. И мы шли за этим глазом орла, и он увел нас туда. Но это отдельная история, не буду сейчас туда заходить. Созерцание. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его он будет медитировать день и ночь, или созерцать закон день и ночь. В законе Господа воля Его, в слове Господа Его воля, Его решение. Его решения лежат в слове Господа. И о законе Господа, или о слове Его, он будет созерцать его день и ночь. И вот это препятствие поверхностности, поверхностного, когда мы становимся поверхностными, я заметил, что я задаю вопрос, и человек еще... Я еще не донес этот вопрос. Он для меня очень сложный. Я его с трудом пытаюсь донести, и я не знаю на него ответа. А человек, который слушает меня, уже отвечает на него. Я сначала раз, два, три, четыре, пять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят столкнулся раз с этим. Я думаю, что такое? Почему эти люди отвечают, не выслушав? Почему эти люди отвечают на этот вопрос, на который я его даже еще не успел донести? Почему они так сильно заинтересованы в том, чтобы быстро на него правильно ответить? Я подумал, что это такое? Почему мы должны знать ответы поверхностности? Если мы хотим быстро дойти до цели по воде, то это как пустить блин по поверхности. Если мы уходим на дно, мы никогда не будем властвовать над временем. Время будет над нами. И сегодня я не хочу быть поверхностным человеком. Я хочу иметь друзей и круг моего общения, глубоких людей. Однажды, когда Господь взвесил Балтасара, я сказал, ты найден легким, то есть поверхностным, легким, пустышка. Он не был полный. Ты берешь два сосуда, один тяжелый, другой легкий, потому что первый пустой. Он взвесил его, говорит, ты найден на весах очень легким, а другой тяжелый. Поверхностность. Работа на скорость, на результат, на успех. Погоня за успехом. Но часто бывают перекрестки, когда нам нужно выбрать или успех, или правда. Или успех, или жертва. Или успех, или вместе с Богом. Особенно такие вещи, как деньги, они очень часто делаются компромиссным образом. И непросто соединить правду и деньги. Тратить, да, но зарабатывать не так просто. Такие понятия. Я буду высвобождать понятия и просто немножко разрешлять с вами, как позволит Святой Дух. Например, скорость роста. Что для вас значит скорость роста? Вот мы берем ребенка. Ты начинаешь, ты получаешь задачу, вот целая лаборатория, целый институт работает на то, чтобы этот ребенок вырос быстрее того. Во что они будут вкладывать? Они будут вкладывать в то, что даст ему ускоренный рост. Конечно же, питание и физические упражнения. Чего они добьются? Может быть, они чего-то добьются. Но это очень опасный путь, потому что очень можно добиться того, что будет сбита физиология, сбито здоровье, и можно очень сильно пострадать. Они могут изуродовать ребенка. Скорее всего, когда мы идем, говорим о естественном росте, то мы говорим о духовном здоровье. Нам нужно поддерживать среду жизни, жизнеобеспечения. И есть скорость роста, духовного роста, и мы не можем его ускорить. Через чистоту семинаров, представьте себе, ты информирован, и ты духовен. Да, информация дает нам инструменты, дает нам оружие, но она не дает нам духовности. Духовность обязательно должна быть связана с Богом-духом. Духовность обязательно связана со Святым Духом. Духовность связана с Богом. Богопознание, боговедение, богоборчество, богоискание. Мы говорили сегодня, что легкий искатель, поверхностный искатель всегда находит то, что ищет. Настоящий искатель никогда не находит то, что он ищет. Он продолжает быть в постоянном поиске. Он продолжает искать, искать и искать. Потому что он искатель. Я хочу освободить вас и себя от вот этих дешевых ответов. они не приносят нам ничего, кроме заблуждения. Поверхностные, легкие, дешевые ответы делают нас поверхностными. И мы привыкаем плавать на поверхности. И боимся одиночества, боимся глубины, боимся настоящих испытаний. Потому что мы все время ходили при свете. Вы знаете, океан изучен, дно океана меньше, чем поверхность Луны. Если взять самую высокую точку планеты, то она ниже от нуля, чем дно океана. Бог почему-то так устроил. Он глубины сделал глубже, чем высоты. И Господь говорит, чтобы познать высоту и глубину, и широту, и долготу, и разуметь всю превосходящее разумение и любовь Христова, дабы нам исполниться всей полнотой Божьей. Можно ли сегодня взять среднестатистического лидера или пастора, который стремится к успеху, что Он исполнен всей полнотой Божьей. Вы знаете, я не хочу идти таким путем. И я не думаю, что успех это путеводная, как они, клубочек русской сказки. Называется успех. И Он приведет меня к совершенству. Я так не думаю. И Господь не сказал, идите за успехом. Он сказал, следуй за мной. Часто вопреки и часто невзирая. Часто сквозь. Часто через. Скорость роста. Поэтому есть вещи, над которыми мы не властны. Мы просто не имеем над ними власти. борьба и покой. Когда нужна борьба? И от чего зависит наш покой? Значит ли, покой это, что я не могу рыдать над народами? Если я покой в покое, значит, я равнодушен. Конечно, нет. Я могу рыдать над народами. Я могу сокрушаться об этой бедной девочке. Я могу крушить себя, не имея покоя в своих рыданиях, сострадания к заблудшему. Но глубоко внутри меня покой будет расти. Писание говорит, что Бог пребывает в покое. И хотя Иисус распят и Отец страдал вместе с Сыном, но тот покой у Творца Вселенной может быть только у Владыки всего, который контролирует все и который имеет абсолютную власть над своим творением. Почему я не могу быть в покое с таким Отцом? Почему я избираю себе суету и сомнение? Почему я избираю себе волноваться о своем будущем и бояться непредвиденных обстоятельств? Неверие я не могу довериться, я не могу отдаться всецело, предаться вере. Я сегодня благословляю вас этим покоем. Борьба она должна быть в той сфере, в которой идут перемены. Но покой должен быть там, где перемен нет и быть не может, потому что там все совершено, там совершилось. Я хочу, чтобы мое спасение лежало в сфере совершенного, чтобы моя радость с ним, мое поклонение и моя дружба и завет, клятвенный договор был в сфере незыблемой, в стеклянном море, застекленевшей на дне. Недаром у престола в одной из глав откровения море стеклянное, то, что внутри него незыблемо. Где твое спасение? Где мое спасение? В каких сферах я допускаю беспокойство и борьбу? суть и корень молитвы? Молитва. Вот мы сегодня некоторые пойдут молиться. Я понимаю, что очень важно. Молитва включает прошение. Молитва не была бы полнотой, если бы там не было прошения. Сам Иисус просил, и Он просил просить. Сам Иисус учил просить. Я заметил, когда я высвобождаю какие-то вещи, которые меня волнуют на самом глубинном уровне, это не приносит радости людям. Как мое свидетельство. Когда я свидетельствую, у меня мороз по коже идет, потому что я встречаюсь с невероятно неопознанным, непостижимым Богом, со страшным и великим Богом. И когда я свидетельствую, в определенных только обстоятельствах меня охватывает трепет. Я не могу, я так до сих пор и не научился нормально свидетельствовать, как делают сегодня евангельские христиане. Потому что это слишком серьезно для меня. Если я буду все рассказывать, я, во-первых, все рассказать не могу, а, во-вторых, это очень трогательно. это касается и молитвы. И мы выхолачиваем на поверхность, вытаскиваем молитву, чтобы это работало для всех. Вы знаете, признание в любви очень интимно. Да, они делают это на олимпийских играх, даже на ринге, когда делают из этого шоу на камеру, чтобы молодой человек предлагает свою руку и сердце с кольцом на колени, чтобы все похлопали и впечатлились. Мне кажется, что это не очень серьезно. Хотя Бог судья. Мы не можем слышать настоящее признание постоянно каждый день на поверхности. Мне кажется, молитва достойна не меньшего. И молитва должна быть очень интимна. Каждый раз это встреча. Даже если это прошение. Даже если это рабочая молитва. Даже если вас попросили при всех, попросили множество людей молиться об одной молитве. Но каждый раз Ивановская церковь вошла в такие вещи, что мне не нравятся. Но я понимаю, что это не вся полнота. Они научили о власти и силе крови. Но они обесценили индивидуальность, личные отношения. На самом деле я верю глубоко, что Бог отвечает не только из-за крови Христа, но и из-за того, кто просит. Простите мне такие вещи. Я думаю, что личные отношения с Ним играют огромное значение в сфере ответов на молитвы. Потому что иначе нам надо было просто выучить заклинание. Надо получить сверхсекретные знания, использовать это без отношений и просто молиться правильными словами и повысить уровень ответов на наши молитвы. Но почему-то так не происходит. Мы делаем тысячи раз эти прошения, мы используем разные технологии, меняем словеса, меняем откровения, но очень часто бывает, что результат приходит плачевный. я считаю, что одна из причин, потому что отношения. Мы сегодня говорим с вами о поверхностности, об этом проклятии поверхности, поверхностности. Молодой человек делает предложение своей избраннице. Это не должно быть как у всех. Это не должно быть таблоидным, шаблонным. Это нечто новое в единственном экземпляре. О, если бы мы могли так молиться, когда каждый раз, когда мы приходим к Нему, мы приходили на это свидание. Боже, такие слова в этом месте. мне немножко очень неудобно, потому что об этом не говорят, это делают. Но мы дома, я надеюсь. Думайте об этом, что люди пришли, я читал одного святого, и он, конечно, высвободил, как доктор благодати, что они пришли не только к Нему, но и на Лазаря посмотреть. После воскресения Лазаря. И этот проповедник говорил о том, что это неправильно, что Лазарь так все поставил, что на него пришли посмотреть. посмотреть. Но я думаю, это правильно. Потому что людям не прикажешь, они просто пришли посмотреть на Лазаря. Я думаю, что есть та причина, почему Бог отвечает одним и не отвечает другим, потому что Он отвечает или не отвечает из-за них самих, а не только из-за крови и не только из-за правильно сказанных слов. Подлинное отцовство. Недавно мы говорили о человеке, который родил целое движение. Огромное движение. Я думаю, что возможно сотни тысяч человек пошли, может быть даже больше миллиона пошли за его откровением. Через пару, тройку десятков лет Он покинул эту деноминацию и ушел в традиционную христианскую деноминацию. Я думал, ты родил такого огромного гиганта. Ты породил целое учение и движение. Ты написал столько книг. заполнил интернет целыми блоками. Порталы с твоим именем будут летать вечно, пока земля будет существовать. гиганта. потом ты заболел, ты подошел к границе смерти, и ты не встретил отцов. Все твои друзья с голубой кровью оказались бессильны перед ликом вечности. это решил спасаться. И он принимает решение пойти искать, пуститься в паломничество духа и найти дверь. Найти дверь в небо здесь на земле. И он уходит, покидая этот корабль на своей маленькой шлюпке посреди бушующего океана. Сколько было куриного бреда. Сколько было кудахтанья. Интернет, их внимания хватило почти на 13 месяцев. Сплетники накудахтались почти 13 месяцев. И сдулись. Потому что так долго держать внимание на одном вопросе они не могут. Потому что для этого нужна концентрация молитвы духа. У них ее нет. Ведь они же в погоне за успехом. У них нет сил даже наблюдать. Они уже вспоминают с трудом как его зовут. Праведней же стоит в стороне и наблюдает. вы со мной нет? Подлинное отцовство. Я думаю, что он нашел отцов. И отцов он нашел не так, чтобы найти отцов, которые действительно попадется тебе хороший священник, действительно выслушает по-братски обнимет с теплотой, так скажет, что в сердце согреется, поплачешь вместе на плече и легче станет. Раз, два, три, двадцать, тридцать, двести. Это не отец. Отец в ком есть отец, кто несет откровение отца, в ком есть измерение отца. Я думаю, он увидел это в другом месте. Подлинное отцовство. Вы видите, даже сейчас, как мы говорим с вами, почему не кричите Аллилуйя? Почему не кричите, не хлопайте, не топите ногами, не трубите в шафар? Может быть, кого-то уже подламывают? Джизус Глори? Или не Джизус Глори? Или Джизус не Глори? Куда нам идти? Сюда? Извольте. Великий Бог, сотворивший небо и землю, о, какой наш великий Бог! Вера сердца, христианство наше скудеет и наша вера скудеет, мы ослабеваем, высыхаем, начинаем проявлять проявление плоти, потому что перестаем общаться с сердцем. Люди, которые перестают притягиваться друг к другу, теряют любовь, теряют интерес. Любовь гаснет, гаснет дружба. Нужно всегда питать свое сердце, той божественной энергии любви. Нужно всегда черпать, потому что мы являемся лишь просто полными сосудами, в которых нужно заливать снова и снова. Любовь очень просто потерять, перестаньте ее кормить, перестаньте ей вдохновляться, перестаньте ее культивировать. и вера, настоящая вера, она должна исходить из сердца. Каждая молитва, каждый раз нам надо молиться сердцем, иначе мы потеряем любовь. И когда мы превращаемся в механику, когда наше хождение в церковь становится просто пыткой или просто механикой, мы потеряли самое дорогое, мы утратили самое драгоценное, и тут же мы видим людей, которые сияют, и тут же мы сами мертвы. Прямо посреди жизни сухое дерево. Нам нужно возрождать свое сердце, нам нужно возогревать его, нам нужно топить его, чтобы оно полыхало, горело настоящим огнем. Нам нужно хранить свое сердце, хранить свое сердце в любви. Гордыня, ропот, обида, непрощение плещет на этот огонь, плещет на этот огонь и гасит его. И мы сами порой являемся своими же врагами. Сердце, вера сердца. у нас каждого человека есть тираны, есть враги, внутренние враги, самые страшные враги, но с ними можно подружиться, и тогда престолу пути уже не видать. если ты остановишься в этой битве со своими тиранами, ты не достигнешь своего призвания, ты сделаешь компромисс и остановишься. Эти тираны призваны лишить тебя престола, они были рождены и посланы к тебе прямо самим Люцифером специально, чтобы тебя остановить, чтобы ты не достиг вечной славы. может быть ты придешь как головня из огня, может быть, но эти внутренние тираны, эти великаны и враги, они призваны останавливать, и у них только одна цель, это не дать тебе войти в Божью славу. Досада, отсутствие жажды, познаний, неведений, невежества, вот их испражнения, которыми они засоряют твое сердце, эти внутренние тираны. Я не думаю, что духовный человек может быть неинтересен. Я не думаю, что духовный человек, полный Бога, может быть неинтересным человеком. Но я встречаю среди верующих очень много неинтересных людей. Не потому, чтобы я являлся эталоном или сам являюсь интересным человеком. Бог судья. Но этим людям нечего сказать. Они как будто бы устали уже на границе сорока лет. Они такие уставшие. Если же они оживают немножко, только речь когда идет о земном и материальном или о каких-то событиях, о ком-нибудь. Но войти в сакральное, в духовное, в невидимое нет сил. И вы знаете, когда у человека нету творческого облака, когда у него нету мечты, мне кажется, этот человек теряет вкус, теряет цвет, теряет запах. Это безликий человек. Его жизнь идет уже на склон. И я не верю, что настоящий духовный человек может быть неинтересен. нам нужно хранить огонь в своем сердце. Нам нужно зажечь его снова. Здесь, на этом месте начать ухаживать за своим садом. Нам надо вернуться к самым тяжелым местам запустения, закатать рукава и начать там работать. Мы говорили, что значит я принадлежу. Я принадлежу. Я не свой. Я принадлежу. Я не сам по себе хожу по этой земле. Я не свой. Я приобретенный кем-то прекраснейшим, славнейшим, и большим, и могуществом. Я не сам по себе здесь. И я стою здесь перед вами не сам по себе. Я во имя. Я принадлежу. Я являюсь купленным дорогой ценой. И я так счастлив, что я не свой. Потому что иначе я бы погубил себя. Я враг самому себе. Я принадлежу. подлинный созерцатель, он погружается в Бога. Он не сотворяет сам себя. Господь не сказал нам быть самими собой. Он сказал нам следовать за Ним. Вот эта борьба между индивидуализмом и между единением в теле и есть вот этот дисбаланс и кривизны, когда мы можем летать одним крылом правым или левым. Или полностью потерять свою личность, или же настолько быть индивидуальностью, чтобы не быть в одном теле и быть носителем болезни. И сегодня Господь соединяет это все воедино. Настоящий подвижник и перегрим Духа, он погружается в Бога, он ищет этого полного погружения, чтобы Бог родил его в себе, чтобы Бог его создал внутри себя. Паломник Духа. погружается в Бога, чтобы Создатель создал его в себе. Пусть Бог создаст нас, а не мы сами. Вечное мучение о том, такой я или не такой. Я встречаю людей, сегодня мы говорили об этом с братьями и сестрами. И снова уже на эту плоскость сразу же спадали. Мы говорили, знаете, когда ты немножко наделен, и ты был там, ты приходишь, и тебе немножко видно с другой перспективы. я говорю это в смирении просто, но то, что видел. Ты высвобождаешь эти потрясающие благословения, жемчужины Духа, и человек сразу принимает, виноват он или не виноват. Сразу высвобождает на плоскость, я такой или не такой, я виноват или не виноват. Зачем? если ты принят. И вот это желание, эгоистическое желание быть правильным, быть духовным, это вот это ношение с идолом, которое называется моя духовность, это беготня со своей духовностью, это погоня за своей духовностью. Вот я греховный, а вот я духовный. И постоянно это битва с двумя я. И я гонюсь, чтобы быть духовным. И постоянно любое слово на меня я виноват или не виноват. Если я вот в этом не виноват, у меня радость. А здесь вина перевесила, у меня печаль. И ничего, прорвемся. Погружение в Бога избавит нас от этих вещей. если мы сокрыты в нем, даже не в спасении, а в нем самом. Он разберется, кто твой отец. Я столько много уже наговорил и ничего не открыл. Я просто немножечко порастерял сокровище. Я просто немножечко порвал свою цепочку. и некоторые драгоценные камни упали на пол. Они покатились под скамейки. Возможно, я никогда их больше оттуда не соберу, потому что я слишком рано начал говорить об этом. О некоторых вещах вовремя мы поймали этот камень, и мы сохранили его, и мы создадим новую цепочку. мы снова насадим это на новую нитку ожерелья, назовем это новым сезоном. А какие-то камни могут быть потеряны вечно, потому что они не должны были выходить выкидышем, они должны были родиться до конца. Но я рискую ради нас, ради себя, ради вас, потому что я хочу увлечь вас в эту реку. Я хочу, чтобы вы полюбили ее, и стали наряду со всей деятельностью, со всей жизнью, служением, со всем своим шумом, стали паломниками Духа и ушли от поверхностности. Это не поведение, это даже не образ мышления, это природа. Ни в коем случае никто не должен себя винить, ни в коем случае не должен смотреть, я виноват, снова я виноват, снова ругают. Я сегодня подобрал некоторые картины, мне они нравятся, на разных этапах жизни, они медитативные, они созерцательные, я могу смотреть на них долго и уходить в эти окна. подлинная свобода уже здесь. Подлинная свобода уже здесь. Это решение, и это вот здесь. какой бы боль мне не принесли обстоятельства или люди, я могу обратить ее в сокровище. Разве вы не рады безотходному производству? какое бы ни было принесено огорчение и боль, которую вы высвободите на меня, или высвободит дьявол обстоятельства, это при определенной позиции может быть благословением, оно не принесет тебе ущерба. И это темнота души, это одиночество, где очень страшно, где ты идешь в кромешной тьме, может быть местом твоего очень сильного роста. Это и есть подлинное благословение, потому что тайна смерти это лучшая тайна. Вы со мной или нет? не знаю, харизмат или вы сейчас? Просто пройду несколько вещей, чужие ошибки. Ох, об этом поподробнее, пожалуйста. смотря на то, как ты относишься к чужим ошибкам, можно предсказать, что будет с тобой. Для этого не надо быть пророком. И ты выбираешь сейчас путь Христа или путь человека, именно когда ты становишься свидетелем чужих ошибок. И здесь ты как раз и проявляешь и себя, свою природу, и также на каком пути ты находишься, к какому концу ты идешь. Будешь ли ты как Христос? Или ты будешь как человек? Пойдешь путями бездорожья? Или пойдешь по пути, по которому уже прошел тот, который знает, как относиться к чужим ошибкам. И мы каждый день сталкиваемся с чужими ошибками. Мы каждый день видим ошибки друг друга. Мы продукт чужих ошибок. Наш психологический портрет, можно сказать, что кисть, которая писала наш портрет, это чужие ошибки. мы стали раздражены личностью из-за чужих ошибок. Мы превратились в осторожных персон из-за чужих ошибок. Мы стали мудрыми из-за чужих ошибок. Чужие ошибки нарисовали наш портрет. И отношение к чужим ошибкам приведет нас в то место, куда мы становимся на эту дорогу. Думайте. Ну, сделайте милость, скажите чужие ошибки. Че, хватит уже? Ладно, пару вещей. Здесь много, и я ничего не открываю. Я просто некоторые камни у меня падают. Простите. И они просто укатываются под кресло. Я постараюсь их потом собрать, но не уверен. Знаете, когда ты высвобождаешь раньше времени, ты не хочешь к этому возвращаться. Не потому, чтобы это было уже осквернено, или потому, что это стало огрызком. Очень часто так. Выкидыш он не только жалок, он также безобразен. Так может нельзя говорить, но вы знаете, что в вашем сердце нету радости смотреть на эти вещи. И сегодня мы просто высвобождаем это измерение. И мне хотелось вместе с телом в этом коллективном мышлении в едином сердце и душой вместе уйти глубже от поверхностности. Потому, что так все просто поставить на бравады, так все просто поставить на поток, так все просто поставить на успех и начать в этом двигаться такое дешевое, такое легкое, такое предсказуемое и поддельное. и о Христе стыдно говорить, потому, что Христос-то не такой. И настоящее апостольство и заключается в том, чтобы все время биться за истинное откровение, каждый раз сражаться за Него. Разве это не самая сильная война? полная безопасность доверия. Я хочу жить в полной безопасности. Если я не доверяю, опасность подстерегает меня на каждом шагу. Если я сейчас не доверяю, не только какие-то обстоятельства, я сам себе опасен. Если я не доверяю, я в опасности везде и повсюду. Я даже братьев свои буду подозревать. Я сестер буду подозревать. И этот дух привлечет бесовские силы. Я притяну их. Стоит только снять защиту, а не тут как тут. Полная безопасность доверия. Я сегодня просто, если бы я мог дунуть на вас, дунуть доверием, если бы я мог дать вам сегодня высыпать эти золотые зерна, и наполнить это место доверием, я бы сделал это. Я хочу вас просто благословить этим. Полная безопасность доверия. В доверии есть безопасность. Доверьтесь всецело Богу. Хорошо. На этом я хочу приостановиться. Последнее скажу. Тяжеловесное. Не знаю, вернемся ли мы снова когда-нибудь. Я-то уж точно оттуда больше не уйду. Вернусь, чтобы об этом говорить, не знаю. Но все равно оно будет постоянно здесь. Со мной, с нами, я надеюсь. Это темнота и мрак души. Вы знаете, человек, который уже предался, у него нету мрака. Ему не нужен грех. Ему не нужна победа над грехом, не нужно над ним сражаться. Он любит свет. Он любит чистоту. Это его природа. Даже если он согрешает, даже если он спотыкается, он залазит ногой в чужой мир и потом сразу же одергивает ее, чтобы отмыться. Потому что его природа света. Я всегда чувствовал, что я принадлежу свету. Даже в мире, когда я драл эту кассу из церкви или когда на нас нападали, там держали под стволами и зубы крошились, а я слышал хруст ребер. Я все время чувствовал, что мой лик кому-то важен. И даже лика касаться это не дано никому. я думал, что со мной такое? Почему меня берегет сила Божья? Почему это что-то, что происходит? Почему такая забота обо мне, когда мои друзья в кровище или какая-то беда там, что-то, с кем-то, эти люди умирают. Вокруг меня умерло много людей разными смертями. Я не понимаю. Если это было тогда, то что-то до сейчас. Я могу быть в доверии, я могу быть в уверенности, что я дитя света. Я не буду беспокоиться о том, кому я принадлежу. Я не буду не верить и бояться, потянет ли моя чаша темного человека, темной стороны моей личности или перетянет светлая. Какое пятно еще не омыто кровью. Я не буду искать в техногенных вещах, в механике. Песня сердца. Не хрипит ли мой голос, тогда я пою ему духом? Горит ли огонек в моем сердце, когда я слоняю перед ним колени? Текут ли мои слезы, когда я переживаю преткосновение его любви? Это музыка сердца. Вот это надо беречь. Вот это надо хранить. Кто такой пророк? Друг Бога? Друг Бога. человек Бога. Вот он, человек Бога. Вот она, человек Бога. Человек Бога. любит Будьте человеком Бога. Человек Бога любит свет. Он от света пришел. Он от света пришел и к свету идет. Может быть, его ноги наступали не туда, но посмотрите на них внимательно. Они все в крови, не в его крови, в чужой. Вот почему написано, что на пути он будет омывать свои ноги в крови и потому вознесет главу. Потому что нам на пути нужна кровь. Мы наступаем не туда и потом в кровь. И мы исцелены. И мы идем дальше, снова, след, след. Если мы ошиблись, и где-то они исчезли, мы снова идем, идем, люди света, люди от света. У нас нет ничего общего с тьмой. Ты попадаешь в тьму, и тебя тошнит. Это чужой мир, мир злой тьмы. Он не твой, потому что ты пришел от света и к свету идешь. Нам с ним не по пути, мы люди света. Я не знаю, как вы, но я не боюсь. Я не боюсь погибели, потому что я не погибел, потому что я от света. Я не боюсь пойти в ад, потому что я туда не пойду, потому что я создан для другого. Я знаю, что это слишком сильные заявления, и мне придется отвечать за них перед Богом. Ну а как иначе? Я уже рискую гораздо сильнее, говоря вам эти вещи. Уж это-то я должен сказать. Или что тогда я здесь сделаю вообще, если говорю о Боге, не Божий человек? Да поразит меня гром, если я не Божий человек и говорю о Боге. А если я Божий человек, да восстанет Бог и расточатся враги Его. Воздайте Богу славу! АПЛОДИСМЕНТЫ